Все? Значит, если все, то давайте я два слова скажу, и мы расходимся. Я что хочу сказать? Вот в целом мне было, так сказать, интересно с вами общаться, как и вот во Флоренции у нас это было. Вы проявляли такой искренний интерес, желание, и, так сказать, для вас эта поездка была действительно непроходной. Я надеюсь, что те, кто приехал первый раз, открыли для себя город и поняли, что в этот город надо приезжать, что здесь много чего, что в один раз вы его не раскроете, что здесь много не только в музеях, а может быть даже и далеко не только в музеях, что здесь много вот в таком общении с людьми, в каких-то неожиданностях. В погоде даже, во времени года здесь все имеет значение, здесь все имеет свой смысл. В этом городе давно живут люди, люди очень умные, и глупые, и умные, и грязные, и чистые, и богатые, и бедные. Все здесь живут, и все вместе они составляют общий дух города. А дух этот вот может нравиться, может не нравиться. Кому нравится камамбер с плеснем и запахом вонючим, кому не нравится, но вообще это камамбер, да, и никак иначе. Вот, поэтому, так сказать, вот такой вот Париж. Я надеюсь, что вы чуть-чуть его попробовали, надеюсь, что вы чуть-чуть его даже распробовали, и может быть даже захотите попробовать еще раз. Если вот такое желание возникло, то я считаю, что не зазря я с вами здесь общался, потому что речь у меня была не только и не столько такая искусствоведческая, сколько передать вам вот эту вот великолепную атмосферу города, чтобы вы его полюбили. Я вот на это и работал, потому что сам его очень люблю. Тут много нюансов, я вот об этом говорю, много неожиданных нюансов. Я сегодня, к сожалению, вот испытал такое легкое разочарование, и оно меня так задело. Вот вчера меня очаровала эта, так сказать, девчонка совершенно фантастическая, маленькая, черная. Вот, а сегодня я приехал к своему старому знакомому, которого я знал еще до болезни и так далее, и у нас были какие-то особые отношения, вот, на блошином рынке ЖБ. Я вошел в его лавку и увидел, что он спивается, и что его лавка обеднела, что там нет того безумного количества детских игрушек, а он сам ребенок, вот, чем он мне и нравился. И мы с ним очень хорошо беседовали еще три года назад. А глаза потухли, а игрушек нет, а он, так сказать, и они с женой на пару это делают, что ужасно. Он меня узнал, ну, как-то так уже с другой планеты. Это печально, это печально. Вот, когда видишь конкретную личность, связанную с этим городом, и что эта личность уплывает, вот это печально. Потому что ЖБ для меня, на Машел Пус, простите, был очень важной, такой мягкой точкой в моем сердце. Потому что вот мы радовались друг другу, когда мы встречались. Но, увы, все меняется. Вот это вот единственное, что легло такой тенью на мое пребывание здесь, в Париже. А так все окей. Не хотелось бы, чтобы хорошие люди здесь исчезали. Не хотелось бы. Хотелось бы больше всяких прикольных людей. Вот вчера у нас классно был, когда, не буду сейчас называть, человек заказывал по разговорнику, а это надо было видеть лицо официанта. Ему по разговорнику, пауза, и улыбка. Потому что он смотрит, насколько она очаровательна, и ему похрену хоть на китайском. Это было клево. Я ему что-то объясняю. Она того-того хочет, а он как песню поет и слушает. Какая разница. Говори, говори. Вот это кайф. Вот это кайф. Вот побольше таких вот нюансов в этом городе. Вот этих маленьких чертенят. И вот этих вот расплывающихся официантов. И вообще всей радости. И может быть, так сказать, таких как ЖБР, только без вот этого грешка. Чтобы, не дай бог, чтобы терялся их маленький бизнес. А там вот на этом маршрут филса, не знаю, почувствовали или нет. Там все друг с другом. И если кто-то уплывает из этого, то это трагедия. Потому что вы не представляете, как вот он куда-то убегал, как на его место, это просто другие приезды. Становились другие. Чтобы вот не был заметен его грешок. Чтобы вот за него торговали. Он пришел радостно, чтобы ему помогали. Там у него вот эти игрушки лежат. Он вот это все предлагает. Он это торговали. У него жена там работает. Мы, так сказать, там общаемся. Они всем рады. И так далее, и так далее. Он мне рассказал, что здесь как раз вот любит бывать Шарля Знаву, что Труброчи, что это наше. Мы не отдадим это кафе Шантан. Это, так сказать, там хотели срыть кафе Шантан. И вообще весь это никогда не уйдет, сказал тогда ЖБР. А сейчас по взгляду ему уже пофиг. Зато вам есть другие. Вот не хотелось бы, чтобы вот такие мелочи исчезали из этого города. Они должны здесь быть. Вот такие нюансы. Вот Париж хорош нюансами. Вот мой последний спич. Вот я за эти нюансы Парижа. Чтобы он всегда сохранял эти мелочи, эти прекрасные понимания среди людей. Эту непредсказуемость. Нюансы. Ну все. Больше мне сказать вам нечего. Коля, вы все у меня узнали. Спасибо вам. Счастливо. Спасибо. Это вам. Ну давай, пойдемте. Спасибо. Спасибо.